По Одесской ТЭЦ в субботу 18.00 Одесская ТЭЦ подала теплоноситель в центральную часть города. Сейчас идет подключение всех потребителей. Работаем ударными темпами, стараемся как можно быстрее всех подключить. Поэтому думаю, что тут особых проблем не будет. И в ближайшее время все будут включены. Учебные заведения подключаются сейчас. По состоянию на сегодня, буквально на утро, включено 11 школ. 10 медицинских учреждений, больниц, поликлиник, 3 садика. То есть это вот то, что было включено за воскресенье. То есть сейчас непосредственно идет работа. Ну, общее количество здесь больше, конечно. То есть если мы говорим о школах, это порядка 70. Если мы говорим о медучреждениях, это порядка 60. А садики? Ну, садики там чуть меньше, получается, по детсадам. Сейчас скажу вам. В общей сложности 39. Эти объекты включаются в первую очередь в течение двух дней. Да, я думаю, что мы все включим. По всем остальным, все районные, квартальные, котельные, предприятия находятся в работе. Теплоноситель находится, то есть он подан в теплом магистрали, он подан на бойлерной. Если где-то какой-то дом не включен, это вопрос, либо ОСМД, которые экономят, тоже понятно, но тем не менее, качество, как бы, скажем так, жизни их жителей, это уже вопрос непосредственно этого ОСМД. И могут быть такие вопросы по ЖКС, но теплоснабжение от себя сделало все. Мы подали теплоноситель везде. Все котельные предприятия, все работают. Есть отдельные отключения, но их очень немного. В любом случае информацию по отключениям люди могут получить через колл-центр, могут получить через диспетчерскую службу, если это аварийная ситуация. Но подчеркну, таких очень мало. Пока что на сегодняшний день по центру города всего лишь три повреждения. То есть это очень хороший показатель. Давайте так, структура тарифов, их размер, опубликованный на сайте городского совета, опубликованный на сайте КП теплоснабжения. Если мы сейчас говорим непосредственно о цифрах, основная цифра это тариф на одну гиокалорию. Он растет на 50% в полтора раза. Основные факторы, которые на это влияют, это рост стоимости цены газа, это рост стоимости электроэнергии, рост услуг водоснабжения и так далее. Хочу акцентировать внимание, это предложение КП теплоснабжения города Одессы, которое она подала в исполнительный комитет. До утверждения тарифов у нас будет общественное слушание по данному вопросу, у нас будет исполнительный комитет, который в конечном счете и принимает решение, какой будет размер тарифа. Поэтому говорить о том, что мы подняли эти тарифы, это не совсем корректно. Мы подали документы и в ближайшее время исполнительный комитет определится, общественные слушания защищаются распоряжением городского головы. На сегодняшний день, если мы говорим четко о повышении цены газа, если мы говорим о том, что есть еще другие факторы, то есть это рост цен на электроэнергию, это рост цен на воду. В составе тарифов, которые утверждались НКРЕ, они утверждались в ноябре 2016 года, последний раз для населения. Эти составляющие роста не были предусмотрены, равно как и рост минимальной заработной платы и очень много других показателей. Мы пересчитали тариф, исходя из всех тех экономических реалий и согласно постановлению Кабинета Министров номер 869. То есть мы выполнили правильный расчет тарифа, подали его. Дальше уже решение за исполнительным комитетом. Мы учли все факторы. Чтобы вывести предприятие на экономически обоснованный тариф на безубыточную работу, тариф должен быть таким. Какое решение примет город, то это уже будет немножко позже. Продолжение следует...